Девушки отдыхают Достойны ли быть приняты в Царство Небесное такие, как мы, люди, которые трудятся для Господа, но при этом часто грешат? Господь уже простил нам грехи. Разве не верность имени Господа делает нас достойными войти в Царство Небесное? Бог свят. Он не пустит в Своё Царство развращенных и нечестивых. Чтобы войти в Царство Небесное, нужно испытать Божий суд и очищение последних дней. Если бы Господь судил людей, то разве не все заслужили бы осуждение? Бог судит людей, потому что хочет очистить и спасти их. Это и есть Божья любовь и спасение для нас. Моё благодарение всемогущему Богу за то, что Он позволил мне услышать Божий голос. Божий голос. Моё благодарение всемогущему Богу за то, что Он позволил мне услышать Божий голос. Моё благодарение всемогущему Богу за то, что Он позволил мне услышать Божий голос. Слава Богу! Эта песня уже много лет нас вдохновляет. Братья и сестры, этот темный и греховный мир преследует нас за веру в Господа и причиняет нам много страданий. нас отвергают, нас бросают родные и друзья, нас повсеместно всячески оскорбляют и унижают. Мы переживаем, много плачем и терпим множество лишений. наше спасение только в Господе. Лишь на Него мы можем уповать. Он – наше убежище. Аминь! И мы живем только надеждой на исполнение Божьего обетования. Господь пообещал принять нас в Свой Небесный дом. Аминь! Когда Господь нас заберет, мы уже больше не будем страдать и плакать. И Господь уже всегда будет рядом с нами. И самое большое благословение получаем мы, следующие за Ним в последние дни. Аминь! Мы увидим сошедшего Господа и будем восхищены в Царство Небесное! Аминь! Мы знаем, в том Царстве нет страданий и смерти, нет слез и боли. Да, верно. И там мы не услышим клевету неверующих и их осуждения. Аминь! Там ангелы будут радостно сопровождать нас веселым смехом. И с того дня мы навсегда останемся с Господом. Аминь! Как же здорово! Прекрасно! Братья и сестры, давайте прочитаем Откровение, глава 21, стихи 10-25. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. И двенадцать ворот двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог в Сидержитель, храм его и Агнис. И город не имеет нужды ни солнца, ни в уме до ощущения своего, ибо слава Божия осветил его и светильник его Агнис. Спасенные народы будут родить во свете его, и царизмные принесут в него славу и честь свою. В ворота его не будут забираться днем, а ночи там не будет. Аминь. Вот какой прекрасный дом Господь приготовил для нас на небесах. Он очень красивый. Мы живем в последние дни, и скоро произойдет великое бедствие. Но прежде Господь заберет нас в небесный дом. Аминь. Чтобы встретить Господа, мы должны усердно молиться. Аминь. Как хорошо. Блаженство. Тетушка Ван, небесный дом Господа очень красивый, а его улицы вымощены драгоценными камнями. Он прекрасный. Я не видела подобного. Когда Господь вернется и заберет нас туда? Слава Богу, Господь вернется уже очень скоро. Мы, верующие в Господа в последние дни, удостоимся чести своими глазами увидеть это. Если мы будем следовать за Господом, то по возвращению Он вознесет нас в свое царство живыми. Ты веруешь, да? Верую. Тетушка Ван, я хочу проповедовать и работать для Господа, как и ты. Хорошо? Юй, Фань, ты еще слишком юна. Для начала тебе нужно читать Библию, посещать собрания, много молиться, а когда повзрослеешь, то сможешь работать для Бога. Так мы унаследуем Божье обетование и получим награду. Аминь. Поняла? И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить в свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. Братья и сестры, Господь приготовил нам чудный дом в небе. Братья и сестры, последние дни подходят к концу. Господь придет очень скоро. В Библии сказано, потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, приидет Сын Человеческий. Чтобы войти в Царство Небесное и получить награду, нужно бодрствовать, нужно оставаться верными Господу и следовать за Ним. Нужно продолжать собираться, много молиться и каяться в грехах. Нужно очищать себя от пороков мира. Как бы нас ни преследовали и ни унижали, нельзя бояться и отступать. Мы должны неустанно проповедовать и трудиться для Господа, соучаствовать в скорби, царстве и в терпении Христа. По пришествии Господа мы унаследуем долгожданные благословения Царства Небесного. Аминь. Как сказано в Библии, ибо наступил брак Агнца и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. В весон же есть праведность святых, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Аминь. Высшее благословение для нас, верующих, это стать свидетелями пришествия Господа и посетить брачный пир Агнца. Аминь. Родные уже очень давно выгнали тебя из дома. Ты общаешься с ними? Общаюсь. Родители все еще злятся на тебя? Они не хотят меня понять. У верующих и неверующих не может быть общей точки зрения. Но преследование ничто по сравнению со служением Господу. Пророчества Господа уже исполнились. Скоро Господь приведет нас в Царство Небесное. Только представь, насколько прекрасно это Царство. Страдания, которые мы терпим сейчас, кратковременные. И об этом говорится в Библии. Ибо кратковременные легкие страдания наши производят в безмерном преизбытке вечную славу. Думая о благословениях, которые мы получим, я понимаю, что они стоят наших страданий и слез. Когда Господь вернется и восхитит нас, мы уже не будем страдать. Верно. Пострадать за Господа – это благо. Господь мне кажется, что, несмотря на нашу работу и жертвы Господу, и даже некоторую твердость и уверенность, мы все еще продолжаем грешить и каяться. Мы часто лжем и поступаем по-своему. Мало применяем на практике слова Господа. это противоречит Божьей воле. Господь свят. Заслуживаем ли мы восхищение в Царство Небесное? Я в этом сомневаюсь. Да, мы действительно часто грешим, но Господь уже простил нам наши грехи. Мы оправданы верой, поэтому Бог видит нас безгрешными. Мы заслуживаем благословение Божье, потому что посвящаем себя Ему. Павел сказал, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Те, кто, как мы, работает для Бога, заслужат Его похвалу. И Господь не оставит нас, когда вернется. нужно веровать и надеяться, претерпевшие до конца вознесутся в Царство Небесное. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. в Царство Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Братья и сестры, пасторы говорят, что восточная молния – это ересь, что она уже похитила почти всех добрых овец из разных церквей, что ни под каким предлогом нельзя принимать людей из восточной молнии. Божье пророчество о Его возвращении исполняется. Дни Господни уже наступили. Господь в любой день может сойти на облаке, чтобы вознести верующих в Царство Небесное. Для того, чтобы Бог во время Своего пришествия нас не оставил, наши церкви должны бодрствовать круглые сутки. Отныне мы будем молиться и бодрствовать по очереди. Мы решили, что каждая церковь два часа в день будет бодрствовать и два дня в месяц соблюдать молитвенный пост. Что скажете? Да, нужно быть начеку. Да. Если мы будем бодрствовать и молиться, то Бог нас не оставит. Вера братьев и сестер сейчас ослабевает. Нужно им помочь. Нужно поддержать их. Наша с вами обязанность стоять на страже церкви. Сейчас все перегружены заботами. Кто выдержит, если мы увеличим продолжительность бодрствования? Мы должны бодрствовать. Но смогут ли бодрствовать те братья и сестры, которые не хотят посещать церковь? Я думаю, что это будет сложно. Действительно ли такой пост является результатом водительства Святого Духа? Почему Святой Дух не касается нас, когда мы молимся? Разве молитвы в таком состоянии принесут результат? Согласна. Так и есть. Нет. Есть ли подтверждение тому, что Святой Дух хочет, чтобы мы молились и бодрствовали? Обязательно. Такой пост и молитва помогут нам не потерять бдительность в ожидании. Господь Иисус сказал, что к Его приходу вера и любовь многих людей постепенно ослабеет. Спасутся только претерпевшие до конца. Кое-кто из религиозных лидеров говорит, что Господь уже вернулся. Просто мы не знаем, где именно Он явился. Поэтому мы должны поститься, молиться и бодрствовать в ожидании. Когда Господь вернется, Он сначала просветит тех, кто ждал Его. Вознесены будут только те, кто непрерывно молится, бодрствует и ждет Его. Я согласна. Мне кажется, что пост, молитва и бодрствование очень важны. Сестра Юй нас не понимает. Мы должны кормить семьи. Ей легко говорить, у нее нет семьи. Где нам брать время и силы для бодрствования? Да, но Господь никогда не возлагает на нас непосильное бремя. Без водительства Святого Духа посты молитвы бесполезны. Сколько ни молись. Я согласна. Это бесполезно. Да. Если бы это помогло встретить Господа, я бы бодрствовала сутки напролет. Это мирской подход. Он не духовный. Пошли. 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 Тетушка, вон, сядьте, пожалуйста. Сяуфань. Да. Ты уже много лет веруешь в Господа. Да. Когда-то мы вместе ревностно шли на жертвы и совершали работу для Господа. Мы знаем, что Господь Иисус сказал, что только исполняющий волю Отца Небесного войдет в Царство Небесное. Да. Вот уже несколько лет я часто размышляю о себе. Придерживалась ли я пути Господа, веруя в Него все эти годы? Достойна ли я войти в Царство Небесное? Восхитит ли меня Господь, когда вернется? Я постоянно задаю себе эти вопросы. Так же, Сяуфань. Ты знаешь, что несмотря на наши дела и жертвы Господу, мы все еще часто грешим и обманываем. Мы не применяем Божье Слово в жизни. Мы просто придерживаемся правил. Хоть мы не совершали тяжких прегрешений, мы все еще грешим и часто противимся Богу. Господь свят, поэтому нечестивые не могут встретиться с Ним. Так достойны ли быть взяты в Царство Небесное, такие, как мы, кто работает для Господа, но часто грешит? Что, если Господь нас уже оставил? Чем старше я становлюсь, тем больше и больше меня это беспокоит и лишает уверенности. Однако мысль о том, что Господь верен, а я всю свою жизнь трудилась для Него, дает мне надежду на то, что Он меня не оставит. После этого мне становится легче. Тетушка Ван, ты всю жизнь служила Господу и за это 10 лет провела в тюрьме. Ты много пострадала, но от Бога не отреклась. Ты остаешься твердой в своей вере, и ты заслужишь похвалу Господа. Несмотря на то, что мы все еще грешим и не всегда исполняем слова Господни, Бог уже простил нам все наши грехи. Господь знает наш духовный путь и непременно нас помилует. У Господа обилие благодати. Будем уповать на то, что по благодати Его мы непременно войдем в Царство Небесное. Фанция, сестра Го! Привет, Юйфань! Когда вы освободитесь? А что случилось? Сестра Джао давно не приходила на собрание, я хочу ее навестить. Да, а мы как раз об этом говорили. Ну, тогда давайте пойдем сейчас. Завтра у меня много дел. Хорошо, идемте сейчас. Пошли. Пошли. Послушаем отрывок и слов всемогущего Бога. Да, послушаем. Да, надо все прояснить. Я совершаю свой труд по всей Вселенной. И на Востоке нескончаемо раздаются грозовые раскаты грома, Потрясая все церковные общины. Именно мой голос привел всех людей в настоящее. Я добьюсь того, чтобы мой голос покорил всех людей, чтобы все люди попали в этот поток и преклонились предо мной. Ибо я уже давным-давно вернул себе свою славу со всей земли и заново явил ее на Востоке. Кто не жаждет увидеть мою славу? Кто с волнением не ожидает моего возвращения? Кто не жаждет моего возвращения? Кто не томится по моей красоте? Кто не стал бы идти к свету? Кто не стал бы глядеть на изобилие земли ханаанской? Кто не томится по возвращению Искупителя? Кто не благоговеет перед великим и всемогущим Господом? Мой голос распространится по всей земле. Я хочу больше говорить с моими избранными. Подобно могучему грому, потрясающему горы и реки, я обращаюсь ко всей вселенной и ко всему человечеству. По этой причине слова в моих устах стали сокровищем для человека. И все люди почитают мои слова. Молния сверкает на всем протяжении от Востока до Запада. Мои слова таковы, что человек не желает отказываться от них. Одновременно он находит их непостижимыми, но еще больше наслаждается ими. Все люди радуются и веселятся, празднуя мой приход, подобно новорожденному младенцу. С помощью своего голоса я подведу всех людей к тому, чтобы они предстали предо мной. С этого времени я полноправно войду в род человеческий, с тем, чтобы они пришли к поклонению мне, со славой, которую я излучаю, и словами из моих уст. Я сделаю так, что все люди предстанут передо мной и увидят, что молния сверкает с Востока, и что я также уже сошел на Елеонскую гору Востока. Люди увидят, что я нахожусь на земле уже в течение длительного времени, но более не как сын еврейского народа, а как молния Востока, ибо я уже давным-давно был воскрешен и удалился из человеческой среды и затем вновь явился со славой среди людей. Я тот, кому поклонялись до сих пор на протяжении веков, и я также тот младенец, от которого израильтяне отреклись много веков назад. Более того, я есть всеславный всемогущий Бог нынешнего века. Пусть все предстанут перед моим престолом и увидят мой славный лик, услышат мой голос и взглянут на мои деяния. Такова полнота моей воли. Это конец и кульминация моего плана, а также цель моего управления. Пусть все нации поклонятся мне, пусть все языки признают меня, пусть каждый человек доверится мне, и пусть каждый народ подчинится мне. Сестра Ян, сестра Чень. Здравствуйте. Здравствуйте, сестры. Почему мы раньше не встречались? Вы из какой церкви? Они из Церкви Всемогущего Бога. Они свидетельствуют нам о работе Всемогущего Бога. Вы как раз вовремя. Давайте послушаем вместе. Да, сестры. Наша встреча сегодня – это Божье провидение. Так и есть. Сестра Чжао, ты забыла, нельзя принимать у себя незнакомцев, особенно проповедующих Восточную молнию. Зачем ты приняла этих чужаков? Разве это согласуется с Божьей волей? Да, ответь нам. Нам действительно велели не принимать чужих, но это неправильно. И раз уж ты затронула эту тему, почему бы нам не поговорить об этом? Пожалуйста, присаживайтесь и обсудим это. Я давно слышу, как пасторы предупреждают, чтобы мы не принимали чужих. Но разве это согласуется с Божьими словами? Однажды Господь Иисус сказал, «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. И кто напоит одного из малых сих только чашую холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды Своей». Правильно. Вот еще слова из Библии. «Страннолюбие не забывайте, ибо через Него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Я всегда помню слова Господа Иисуса, поэтому приняла этих чужаков. Почему это противоречит Божьей воле? Разве не должны мы с любовью приветствовать тех, кто свидетельствует о возвращении Господа? Благодаря этому мы сможем сами, того не ожидая, услышать голос Бога. Это замечательно. Это согласуется с Божьей волей. Давайте послушаем вместе. Появление восточной молнии потрясло не только Китай, но и весь мир. А что происходит здесь, я пока не понимаю. Верно. Восточная молния уже несколько лет открыто свидетельствует о том, что Господь вернулся. Но мы не слушаем, не исследуем и не идем с ними на контакт. Это против Божьей воли. Конечно. Иисус сказал, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Верно. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Нужно принимать свидетельствующих о возвращении Господа. Нужно смиренно искать и разбираться. Если станем поступать так, у нас появится возможность услышать Божий голос». Да, мы хотим разобраться. Сам Господь нас направляет. Хорошо. Я послушаю. Слава Богу. Сестра, мы уже много лет верим в Господа и много для Него делаем. Разве мы не живем надеждой встретить возвращающегося Господа? Если мы не будем слушать свидетельствующих о возвращении Господа, то как же мы увидим явление вернувшегося Господа? Господь Иисус однажды сказал нечто очень важное в отношении приветствия Господа. Мы должны быть мудрыми девами, которые слышат, как в полночь раздался крик. «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Это значит, что Господь по Его возвращении будет использовать людей, чтобы донести Свое Слово. Когда мы слышим, что люди свидетельствуют о возвращении Господа, мы должны поступить, как мудрые девы, и внимательно прислушаться. Только так мы сможем встретить Божье явление. Всемогущий Бог совершает работу суда, начиная с Дома Божьего. Он изрекает истины для спасения человечества. Он раскрывает все тайны Божьего плана управления. Этим исполняется пророчество Господа Иисуса. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И будущее возвестит вам». Всемогущий Бог – это воплощение Духа истины. Слова, изреченные всемогущим Богом, – это истина, это слова Святого Духа. Это те слова, которые многократно повторяются в Откровении, что Дух говорит церквам. Тех, кто жаждет увидеть явление Бога, слова всемогущего Бога потрясают. Когда любящие истину из разных религий и конфессий слышат голос Бога, они все возвращаются ко всемогущему Богу. Это мудрые девы, которые вознесутся к Божьему престолу. Они принимают суд и очищение Божьими словами и будут гостями на свадебном перу Агнца. Об этом гласит пророчество из Откровения. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Всемогущий Бог уже начал работу суда последних дней. И несмотря на преследование со стороны атеистического правительства Компартии Китая, равно как и противодействие со стороны сатанинских сил религиозного мира, проповедь царства всемогущего Бога продолжает распространяться и уже достигла каждого дома. Всемогущий Бог уже создал в Китае группу побеждающих. Слова всемогущего Бога и победоносные проповеди избранников Божьих в Китае опубликованы в интернете и свидетельствуют всему миру, что всемогущий Бог – это возвращение Иисуса, явление единственного истинного Бога. Этим исполнилось пророчество Иисуса. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Сначала Бог тайно сошел на землю на востоке, в бастионе атеизма, в Китае. Подобно молнии, которая исходит от востока и видна до запада, Он изрек свои слова в самом темном месте и распространил их по всему миру. Это дело, совершенное Богом. В словах всемогущего Бога власть и сила, они каждому отведут заслуженное место. Мудрые девы услышат голос Бога и предстанут перед Ним. А нежелающие слышать голос Бога – все это неразумные девы. Они будут оставлены, будут скрежетать зубами во время великих бедствий. Как говорит всемогущий Бог, работа Бога – как стремительно нарастающие волны. Никто не может задержать Его. Никто не может остановить Его шаги. Только те, кто внимательно прислушивается к Его словам и кто ищет и жаждет Его, смогут идти по Его следам и получат Его обетование. Тех, кто этого не делает, постигнет сокрушительное бедствие и заслуженное наказание. Сестра Юй, ты проповедуешь и трудишься для Господа. Ты обязательно должна услышать голос Бога и приветствовать Его, когда Он явится. Почему вы утверждаете, что Господь уже вернулся? Если бы Господь действительно вернулся, то Он бы уже вознес нас. Но мы все еще здесь, на земле. Да. Поэтому я не верю, что Господь вернулся. Давным-давно Господь сказал, «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где Я». Господь уже приготовил нам место на небесах. Вернувшись, Он вознесет нас в Царство Небесное. Если Господь уже вернулся, то почему все Его святые все еще на земле? Сестра, Господь действительно приготовил место для своих верующих. Это так. Но где находится это место – на земле или на небесах? Мы не совсем понимаем. Мы полагаем, что Царство Небесное на небесах, но это наше собственное представление. Так ли это на самом деле? Давайте посмотрим, что говорил Господь Иисус. «Отче наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Господь Иисус явно сказал нам о том, что Божье Царство находится на земле, а не на небесах. Очевидно, что воля Божья свершится на земле, как и на небе. Прочитаем Откровение, глава 21, стихи 2 и 3. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». А теперь 11, глава, 15, стих. «Царство мира соделалось с Царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков. Это пророчество о скинии Бога с человеками, новом Иерусалиме, сходящем от Бога с неба, и о Царстве мира, которое соделалось с Царством Господа нашего и Христа Его. Это доказывает, что Бог построил Своё Царство на земле. И будет пребывать на ней вместе с людьми. Царство мира станет Царством Христа и будет существовать вечно. Если верить в то, что Божье Царство находится на небесах, и что Господь, когда вернётся, вознесёт нас на небеса, не будут ли напрасными Его предыдущие слова? Аминь. Понимаете? На самом деле, конечная цель Божьего плана спасения человечества – основать Божье Царство на земле. Всемогущий Бог, Христос последних дней, совершает Свою работу Суда очищения человечества с целью создания на земле группы побеждающих. Исполняющие слова Бога и следующие за Ним на земле обретают спасение, становятся совершенными и побеждающими. Это народ Его Царства. После того, как будет создана группа побеждающих, Божья воля на земле будет окончательно исполнена. На земле установится Царство Христа. Верно. И Бог обретет полноту славы. А в конце Он исполнит пророчество книги Откровения. Надеюсь, мы немного разобрались с этими фактами. Вроде бы, да. Какое место приготовил для нас Господь Иисус? Он предопределил, чтобы мы родились в последние дни, встретили Его, приняли Его очищение, стали побеждающими, которые исполнят волю Божью. И чтобы все Царства Земли сделались Царством Христа. Бог приходит на землю, а мы стремимся на небеса. И если Он поднимет нас в воздух, то как мы там выживем без еды и жилья? Разве это не наши личные представления? Разве Господь поступил бы так с нами? С нашей стороны было бы несерьезно так думать. Это оторванность от реальности. Ты все прояснила в нескольких словах. Мы ежедневно повторяем Господню молитву. Мы хотим, чтобы Божья воля исполнилась на земле, как и на небе. В Откровении также есть пророчество о скинии Бога с человеками, о Царстве мира, которое соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и о Новом Иерусалиме, сходящем от Бога с неба. Все это написано так понятно. Почему же мы не понимали? И жили надеждой вознестись на небо. Мы были такими глупыми. За все эти годы мы так запутались в своей вере. Библейские пророчества такие ясные, а мы их не понимали. Мы годами слушали только пасторов и старейшин. Мы принимали их слова как факт и верили, что при возвращении Господа вознесемся на небеса. Видно, пасторы и старейшины тоже не понимают Библию. Они слепо толковали слова Бога, основываясь на личных представлениях. Они обманывали и вредили людям. Несомненно. Мы были настолько обмануты, что не могли понять даже буквальный смысл Божьих слов. Мы слепо ждали, желая вознестись на небеса. Это же просто абсурдно. Да, нам действительно нужно общаться с теми, кто уже понимает истину. Иначе, как бы долго мы не веровали, мы все равно запутаемся и ничего не обретем. В таком случае Господь нас оставит. Да, да, да. Это верно. Мы еще не определили, где находится Царство Божье – на земле или на небесах. Иисус говорил, Царство Небесное приблизилось, и Царство Небесное грядет. Царство Небесное должно быть на небесах, а не на земле. Да, на небесах. Иначе зачем Его называть Царством Небесным? Какие тут могут быть сомнения? Мы должны понимать, что под словом «небеса» подразумевается Бог, а под Царством Небесным подразумевается Царство Божье. В Откровении написано «О скинии Бога с человеками и о Царстве мира, которое соделалось Царством Господа нашего». И значит, Царство Божье будет установлено на земле. В конце времен Царство Земли станут Царством Божьим. После того, как великое бедствие разрушит Старый мир, появится Тысячелетнее Царство. Царство Земли станут Царством нашего Господа и Его Христа. И тогда воля Божья свершится на земле, как и на небе. Так исполнится пророчество. На землю сойдет Новый Иерусалим. Бог стал плотью, и чтобы положить конец этому темному, лукавому роду, совершает работу суда последних дней. Слышащие голос Бога и вознесенные к Его престолу будут усовершенствованы в побеждающих. После этого начнутся великие бедствия. Выживут только те, кто очистился и спасся работой Бога в последние дни. Они станут народом Царства Божьего. Мы получили величайшее благословение принять Божью работу в последние дни здесь и сейчас. Нам посчастливилось услышать голос Бога и вознестись к Его престолу. Мы полностью очистимся судом и обличением Его слов. И еще до начала бедствия станем побеждающими, первенцами, обретенными Богом. Затем Бог не спошлет великие бедствия. Все противники Бога и все бесовские неверующие погибнут в великом бедствии. Всех очистившихся и усовершенствованных Бог на время бедствия защитит. Они выживут. Сойдя на облаке и явившись всем, Бог войдет в Своё Царство на земле. Вот что совершит Бог в ближайшее время. Так разве мы, верующие, слепы, что не видим этого? Те, кто лишь всматривается в небо и ждет, что Господь спустится с облаками, будут вскрежетать зубами, когда Он действительно вернется на облаках. Вот что сказано в книге Откровения. «Все грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей аминь». Люди, которые не слышат голос Бога перед бедствиями и не могут быть восхищены к Его престолу, будут ввергнуты в бедствие и наказаны, будут скрежетать зубами. Благодарение Господу. В этом тайна. Мы никогда сами не разобрались бы в этом, если бы они нам не объяснены. Да, верно. Так исполняется пророчество книги Откровения. Их слова полностью соответствуют тому, что сказано в Библии. Нужно послушать дальше. Братья и сестры, вначале Бог создал человека на земле. Сатана развращает людей тоже на земле. Когда Бог спасет человечество, это тоже произойдет на земле. Все это будет происходить до тех пор, пока на земле не появится Царство Христово. Поэтому в последние дни Царствие Божие будет построено на земле. Конечное место назначения человечества будет на земле, а не на небесах. Так предопределил Бог. Давайте прочитаем слова всемогущего Бога. Бог вернется в свое изначальное состояние, и каждый человек вернется в предназначенное Ему место. Это место, где Бог и человек будут пребывать после того, как Бог завершит свой труд управления. У Бога есть свое место назначения, а у человека свое. Пребывая в своем покое, Бог продолжит направлять жизнь всего человечества на земле. Находясь в Божьем свете, человек будет поклоняться истинному Богу на небесах. Когда человечество входит в покой, это означает, что человек становится истинным творением. Люди будут поклоняться Богу на земле вхождение Бога в покой после завершения труда управления и полное спасение человека и его вхождение в покой – это неизбежные события. Место покоя человека находится на земле, а место покоя Бога – на небесах. Пребывая в покое, человек будет поклоняться Богу и жить на земле. Бог же, пребывая в покое, будет направлять оставшуюся часть человечества. Всемогущий Бог ясно сказал нам, что после завершения Его работы управления Он вместе с человеком войдет в покой. Место покоя Бога находится на небесах, в то время как место покоя человека – на земле. Бог приготовил это чудесное место для людей. Оно же и есть Царствие Божие, исполненное на земле. Если мы так долго верим в Бога, но до сих пор этого не понимаем, не означает ли это, что мы не понимаем саму истину и Господни слова? Какие слова Господа были нам недоступны. Я ждала, чтобы Господь вернулся и вознес меня на небо. Но сегодня я услышала о том, что Царствие Божие находится на земле. Ты дала очень ясное объяснение. Я многое узнала. Тем не менее, в Библии сказано, «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Как нам это понимать? Все верно. Сестра, нам следует надеяться на возвращение Господа, опираясь на те пророчества, которые Он сам изрек. А кого сейчас процитировала ты? Это слова Господа или слова человека? «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе». Кто это сказал? Это слова Господа Иисуса? Господь Иисус ничего подобного никогда не говорил. Святой Дух тоже подобного не говорил. Слова, которые ты процитировала, принадлежат Павлу. Разве слова Павла представляют слова Господа Иисуса? «Сия тайна, ведома лишь Богу». Серьезные проблемы начинаются именно тогда, когда мы осмеливаемся слепо толковать и судить. Павел был не Христом, а порочным человеком. В Его Писаниях много человеческих идей и фантазий. Его слова не истина, их нельзя использовать как доказательства. Все доказательства должны основываться на Божьих словах из Библии. Неправильно исследовать восхищение и вхождение в Царство Небесное на основании тех слов Библии, которые произнесены людьми, например, такими, как Павел. Потому что истина – это только слова Иисуса, только они имеют власть. Только Иисус есть Христос, Царь в Царстве Небесном. Аминь. Почему бы не поискать истину и волю Бога в словах Господа Иисуса? Зачем опираться на слова людей? Это не согласуется с Божьей волей. Это заставляет следовать за человеком. Что касается восхищения, то, конечно, верить в Него на основании слов людей, а не Господа, очень опасно. Бог сотворил человечество на земле из глины. Он дал Ему поручение управлять всеми остальными тварями на земле. Он потребовал, чтобы человечество поклонялось Ему на земле и распорядился, чтобы место назначения человечества было на земле, а не на небе. Кроме того, Бог уже очень давно сказал, что утвердит Своё Царство на земле. Он будет пребывать на земле среди людей, а Царства Земли должны преобразоваться в Царство Христа. Поэтому Царство Божие в итоге будет создано не на небе, а на земле. Точно, я согласна. Многие мечтают вознестись на небеса, и это исходит из личного представления и фантазии людей. Но это совсем не соответствует истине и результату работы Бога. Что касается восхищения, то наша вера в это должна основываться на словах Бога, поскольку это соответствует Его воле. Да, мы во всём должны следовать воле Бога. Из книги «Откровения» ясно видно, что Царство Божие будет на земле, но мы верим словам Павла, а не словам Господа. Мы держимся за слова Павла, как будто это истина. Разве это истинная вера в Господа? Если мы не понимаем слов Господа, то нас легко обмануть. Так, верно. Если бы мы сегодня не услышали слова всемогущего Бога, то продолжали бы всматриваться в небо в надежде на восхищение. Но Господь оставил бы нас, а мы бы даже не знали, почему. Иудейские фарисеи до сих пор ждут сошествия Мессии. Это невероятно глупо. Раньше я надеялась на то, что Господь вернётся и вознесёт меня на небеса. Эта надежда основывалась на словах Павла, а не Бога. Всё это были мои собственные представления и фантазии. Они совсем не соответствовали намерениям Бога. Я проповедница. Если я не основываю свои убеждения относительно возвращения Господа на Его словах, если я не в состоянии искать Божью волю и ввожу в заблуждение других людей, то я слепая, которая ведёт слепых. Я веду людей в пропасть. Сёстры, вы помогли мне понять, что наша надежда на восхищение действительно основывалась на фантазиях. Мы серьёзно предали слова Господа. Но как нам теперь ожидать возвращения Господа? Могли бы вы рассказать об этом подробнее? Да, расскажите, пожалуйста. Как Царство Небесное может утвердиться на земле? Наши надежды на вознесение на небо не оправдаются? Надежды святых на восхищение базируются на словах Иисуса. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где Я. Мы толкуем слова Иисуса, основываясь на собственных фантазиях. Если Господь Иисус вознёсся на облаке на небо, думаем мы, то и место, которое Он приготовил для нас, тоже на небесах. Вот почему мы ждали, что Господь Иисус вернётся и вознесёт нас на небеса. Кроме того, мы чтим следующие слова Павла. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Поэтому мы стали надеяться на то, что Господь вознесёт нас на небеса. Да. У разных людей разные взгляды на восхищение. Большинство из них думает, что по возвращении Господь вознесёт святых на небо. Мы много лет надеялись именно на такое восхищение. Но большинство людей не очень хорошо понимают, что такое восхищение. Тайна восхищения святых была раскрыта только после явления всемогущего Бога. Посмотрим, что говорит об этом всемогущий Бог. Откройте страницу 197. Быть восхищенным не означает, что нечто взято из низкого места и перенесено на высокое место, как полагают люди. Это огромная ошибка. Быть восхищенным относится к тем, кого я предопределил и избрал. Это предназначено для всех тех, кого я предопределил и избрал. Это совершенно не согласуется с представлениями людей. Всякий, кто имеет часть в моём доме в будущем, это все люди, которые восхищены предо мной. Это абсолютно верно, неизменно и никем не может быть опровергнуто. Это моё контрнаступление против сатаны. Всякий, кого я предопределил, будет восхищен предо мной. Слова всемогущего Бога всё проясняют. Мы думаем, что быть восхищенными – это значит быть поднятыми в воздух с земли и встретить Господа в облаках. Но это ошибочное мнение. Это значит, что когда Он возвратится на землю изречь Свои слова и совершить Свою работу, мы услышим голос Бога, сможем следовать за Ним и повиноваться Его работе последних дней. Вот в чём истинный смысл восхищения к престолу Бога. Все, кто различают голос Бога, находят истину в словах всемогущего Бога, принимают истину и возвращаются к всемогущему Богу, это мудрые делы. Они – золотые и серебряные изделия, и камни драгоценные, которые были похищены Господом и возвращены в Его дом, потому что они хорошего качества и способны принимать истину. Они действительно обретают восхищение. Они – побеждающие, которых создаст Бог, когда тайно сойдёт на землю в последние дни для совершения Своей работы. С тех пор, как всемогущий Бог начал совершать работу суда, всё больше и больше людей, жаждущих появления Бога, узнают Его голос в словах всемогущего Бога. Один за другим они принимают Божью работу суда в последние дни. Они возносятся к Божьему престолу, чтобы встретиться с Ним лицом к лицу, принимая пищу Его слов. Они обрели истинное знание о Боге, и им удалось воплотить в жизнь реальность истины Божьих слов. Они уже обрели Божье спасение. Эти люди уже сделались побеждающими до наступления великих бедствий. Они были обретены Богом, как первенцы. Те же, кто придерживается своих фантазий и, отвергая Божью работу суда, в последние дни слепо ждёт, пока Господь вознесёт их на небо, это неразумные девы. Таких Бог оставит. Им суждено страдать от бедствий. Они будут скрежетать зубами. Это истина. Эти слова многое для меня прояснили. Восхищение обретают те, кто возвращается к Божьему престолу. Бог возносит их к Своему престолу, и Его слова очищают и совершенствуют их. Они станут побеждающими и унаследуют Божье обетование. Работа Бога полна мудрости и смысла. Его работа непостижима. Как сказал Бог Иегова, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути – пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Работа Бога таинственна. Кто может постичь Божью мудрость? Мне очень стыдно. Я своевольно толковала Божью работу, основываясь на собственных представлениях. Я действительно очень высокомерна и невежественна. Да. Если бы всемогущий Бог не открыл нам тайны восхищения святых, мы никогда ее так и не постигли бы. Да. Верно. Мы бы так и жили в плену фантазий. Мы бы считали, что поскольку мы пожертвовали всем, трудясь ради Него, Господь, когда вернется, вознесет нас на небеса. Верно. Мы верим в Бога, но не ищем истины. Особенно, когда речь идет о Его возвращении, мы не прислушиваемся голосу Бога. Это очень опасно. Да. К счастью, мы не упустили возможность обрести восхищение. Слава Богу. Ваше общение с нами было таким полезным. Да. Если бы вы нам этого не рассказали, мы продолжали бы жить в полном неведении. Слова всемогущего Бога – это истина. Аминь. Мы должны тщательно изучить истинный путь. Аминь. Да, конечно. Благодарение Богу. А ведь раньше мы понимали восхищение точно так же, как и вы. Мы думали, что вернувшись, Господь вознесет нас на небеса для встречи с Ним. Мы были убеждены, что наши жертвы и труд для Господа сделают нас достойными восхищения в Царство Небесное. Однако, пережив суд, обличение и откровение Божьего Слова, мы чрезвычайно устыдились. Именно тогда мы узнали, что наша прежняя вера основывалась на наших собственных представлениях и фантазиях. Давайте еще послушаем слова всемогущего Бога. Хорошо. Пойдем, сядем туда. Подобно сотням миллионов других последователей Господа Иисуса Христа, мы соблюдаем библейские законы и заповеди, наслаждаемся обилием благодати Господа Иисуса Христа, а так же собираемся вместе, молимся, возносим хвалу и совершаем служение во имя Господа Иисуса Христа. И все это мы делаем под защитой и на попечении Господа. Мы часто слабы и часто сильны. Мы верим, что все наши действия совершаются в согласии с учениями Господа. Само собой разумеется, мы также верим в то, что идем путем послушания воли Отца Небесного. Мы жаждем возвращения Господа Иисуса, явления Господа Иисуса во всей Его славе. Жаждем наступления конца нашей земной жизни. Жаждем явления Царства и всего того, что было предсказано в книге Откровения. Господь грядет и навлечет бедствие и вознаградит праведников и накажет нечестивцев и возьмет всех, кто следует за Ним и радуется Его возвращению в небо навстречу с Ним. Всякий раз размышляя об этом, мы не можем удержаться от переполняющих нас эмоций. Мы испытываем благодарность за то, что нам выпала удача стать свидетелями пришествия Господа. И пусть мы подверглись гонениям, это взамен на в безмерном преизбытке вечную славу. Какое же это благословение! Вся эта жажда и благодать, дарованные нам Господом, влекут нас бодрствовать в молитве и чаще собираться вместе. Возможно, в следующем году, возможно, завтра, а может быть, даже и раньше, в тот момент, когда человек этого не ожидает, Господь неожиданно грядет и явится среди группы людей со вниманием ожидающих Его. Мы все состязаемся друг с другом, и никто не хочет отстать от других, чтобы оказаться в числе первых, кто узрит явление Господа, чтобы оказаться в числе тех, кто будет восхищен. Мы отдали все, что могли, не постояв за ценой ради наступления этого дня. Кто-то бросил свою работу, кто-то ушел из своей семьи, кто-то отказался от брака. Никто из нас не задумывается, верны ли наши стремления, и уж тем более никто из нас не подвергает сомнению все то, чего мы придерживаемся. Кто способен познать Божью волю? Мы не ведаем поисков, исследований и даже не проявляем интереса к тому, каким путем идет человек. Ибо нас заботит лишь то, можем ли мы быть вознесены, можем ли получить благословение. Есть ли для нас место в Царстве Небесном? И достанется ли нам наша доля воды из реки жизни и доля плода от древа жизни? Разве мы не верим в Господа? Разве мы не следуем за Господом ради того, чтобы все это обрести? Наши грехи прощены. Мы покаялись. Мы спили горькую чашу вина и взвалили себе на спину крест. Может ли кто-то сказать, что цена, которую мы уплатили, не будет принята Господом? Может ли кто-то сказать, что мы приготовили недостаточно масла? Мир вам, братья и сестры! И тебе, мир! Все эти годы мы много трудимся для Господа, свидетельствуя о Нем. При этом мы много страдали. Но в наших сердцах живет надежда на то, что Господь восхитит нас в Царство Небесное. Вот почему мы верны Его имени. Услышав, что кто-то проповедует о работе всемогущего Бога, мы позволяли себе обмануться ложью наших религиозных общин. Мы продолжали жить в плену своих фантазий. Мы никогда не исследовали работу всемогущего Бога. Мы думали, что если будем верить в Господа в соответствии с Библией и трудиться для Него, то, возвратившись, Он вознесет нас в Царство Небесное. Мы совершенно забыли о том, что сказал Господь Иисус. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет! Выходите навстречу Ему! Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со Мною». На самом деле, Господь объяснил нам, как мы должны приветствовать Его, когда Он вернется. Мы достигаем восхищения, слушая голос Бога. Но просто получив определенное откровение, восхищения не достичь. Мудрые девы слушают голос Бога и поэтому смогут встретить Его, когда Он вернется. Мы же никогда не прислушивались голосу Господа, не искали истинный путь, даже когда слышали свидетельство о том, что Он вернулся. Мы слишком высокомерны и самонадеянны. Братья и сестры, мы уже несколько дней встречаемся со свидетелями из Церкви Всемогущего Бога. Они многому меня научили. А еще я прочитала кое-что из слов Всемогущего Бога и обнаружила, что они содержат истину. И они меня полностью убедили. Вероятно, работа Всемогущего Бога в последние дни – это и есть возвращение Господа Иисуса. Тем не менее, у меня все еще остались вопросы. Поэтому я пригласила к нам благовестников из Церкви Всемогущего Бога свидетельствовать о Его работе в последние дни. Что вы об этом думаете? Хорошо. Слава Богу! Мы с большой радостью поделимся с вами словами Всемогущего Бога. Если вы чего-то не поймете в работе Всемогущего Бога, то не стесняйтесь спрашивать. Давайте искать истину вместе. Сестра Чейн, сестра Ян, я задам первый вопрос. Я всегда думала, что Господь Иисус умер за нас на кресте, кровью Своей искупил нас и в Своем величайшем милосердии простил нам все наши грехи. И несмотря на то, что мы продолжаем грешить и нам еще предстоит очиститься, Господь все наши грехи простил и оправдал нас верой. Я думала, что если мы будем работать для Господа, жертвуя всем, то нам будет позволено войти в Царство Небесное. Но некоторые теперь в этом сомневаются. Они говорят, что мы по-прежнему часто грешим и каемся, а это значит, что мы еще не очистились, а нечестивые люди не смогут встретиться с Господом. У меня такой вопрос. Сможем ли мы, все, кто многим жертвует для Господа, попасть в Царство Небесное? Мы не знаем ответ на этот вопрос, поэтому хотим, чтобы вы нам все объяснили. Да. Да. Этот вопрос давно нас беспокоит. Я хотела спросить о том же. Ответьте, пожалуйста. Нам очень хочется узнать. Сестра Юй, Господь Иисус действительно простил нам грехи. Он видит нас безгрешными. Разве верность имени Господа не делает нас достойными войти в Царство Небесное? Зачем об этом спрашивать? Да. Мы спасемся, если претерпим до конца. С приходом Господа мы будем вознесены в Царство Небесное. Сестра Гу, брат Вей, вы сильно ошибаетесь. Господь Иисус простил нам грехи. Это верно. Однако мы продолжаем противиться Господу. мы жульничаем и позорим имя Господне. Господь Иисус сказал, «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Но раб не пребывает в доме вечно. Это слова самого Господа Иисуса. Бог свят. Царство Божие, святое место. Как такие, как мы, кто все еще часто грешит, могут войти в Царство Небесное? Я всегда думала, что это невозможно. Многие думают так. Иисус искупил нас Своей смертью на кресте, поэтому нам уже прощены грехи. Господь видит нас безгрешными. Мы оправданы самой верой. Если мы претерпим до конца, то спасемся. И когда Господь вернется, мы будем восхищены в Царство Небесное. Итак, давайте разберемся, истинно ли это. Подтверждал ли Господь подобное суждение? Если эта точка зрения расходится с истиной, то каковы будут последствия? Для верующих мирилом всему должны быть слова Господа. Это особенно верно, когда речь идет о вопросе возвращения Господа. Мы не должны рассматривать Его возвращение с точки зрения личных представлений. Точно так же фарисеи ждали Мессию, но при этом распяли Господа Иисуса. Каким же будет результат? Господь Иисус завершил работу искупления человечества. Но завершена ли Божья работа спасения человечества? Означает ли это, что все верующие достойны восхищения в Царство Небесное? Ни у кого нет ответа на этот вопрос. Однажды Бог сказал, «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. «Будьте святы, потому что Я свят». Согласно словам Божьим, можно не сомневаться в том, что входящие в Царство Небесное освободились от греха. Это исполняющие Божью волю, повинующиеся Богу и любящие Бога. Если вошедшие в Царство Небесное будут жить с Богом, Который свят, то разве мы, те, кто еще не очистился, достойны этого? Соответственно, наше представление о том, что нам прощены грехи, и мы можем войти в Царство Небесное, это плод воображения человека. Господь Иисус действительно простил нам грехи. Однако Он не говорил, что посредством отпущения грехов мы полностью очистились и можем войти в Царство Небесное. Никто не может отрицать этот факт. Тогда почему многие думают, что всякий, кому прощены грехи, войдет в Царство Небесное? Чем они это подтверждают? Как они обосновывают это утверждение? Многие говорят, что их вера основана на изложенных в Библии словах Павла и других апостолов. Но можно ли считать слова Павла и других апостолов словами Иисуса? Словами Святого Духа? Слова человека могут оказаться в Библии, но являются ли они словами Бога? В Библии есть один очевидный для всех факт. Люди, заслужившие хвалу Бога, способны слышать Его Слово и повиноваться Его работе. Это те, кто придерживается Его пути, кто достоин наследовать Его обетование. Никто не может отрицать это. Мы все знаем, что хотя наши грехи были нам прощены, мы все же еще не очистились. Мы грешим и противимся Богу. Бог очень ясно сказал, будьте святы, потому что Я свят. Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Да. Божьи слова говорят о том, что не все, кому были прощены грехи, достойны войти в Царство Небесное. Люди должны очиститься. Для того, чтобы они смогли войти в Царство Небесное, им нужно стать исполнителями Божьей воли. Да. Очевидно, что понять волю Бога не так просто, как кажется. Само по себе прощение грехов нас не очищает. Сначала мы должны обрести реальность истины. Только после этого мы сможем войти в Царство Небесное. Если же мы не любим истину или даже ненавидим ее, если нас интересуют только награды, а к исполнению Божьей воли мы относимся с безразличием, то разве это не совершение зла? Одобряет ли Господь такого человека? Чем мы тогда отличаемся от фарисеев? Мы недостойны войти в Царство Небесное. Это неоспоримый факт. Давайте продолжим. Господь Иисус простил нам грехи. Какие грехи Он нам отпустил? В каких грехах мы исповедуемся после того, как уверовали в Господа? Главные грехи, о которых идет речь, это фактически грехи, нарушающие Божьи законы, а также заповеди или слова. Мы, люди, нарушили Божьи законы и заповеди, за что должны были понести наказание, а Иисус пришел совершить работу искупления. Теперь нам нужно только молиться, исповедоваться и каяться в своих грехах, и Он простит их. Мы освобождаемся от осуждения по Его закону. Бог уже не поступит с нами, как с грешниками. Мы можем взывать к Нему и пользоваться Его обильной благодатью и истиной. В этом и есть истинный смысл спасения в период благодати. Это спасение не имеет никакого отношения к очищению и входу в Царство Небесное, поскольку Иисус никогда не говорил, что все спасенные и получившие прощение грехов могут войти в Царство Небесное. Прочитаем слова всемогущего Бога. В то время работа Иисуса заключалась в искуплении всего человечества. Грехи всех, кто верил в Него, были прощены. Да коли ты веришь в Него, Он искупит тебя. Если ты уверовал в Него, то ты больше не грешник, ты освобождался от своих грехов. Именно это спасение и оправдание по вере. Тем не менее, в верующих оставалось то, что бунтовало и противилось Богу, и то, что следовало постепенно удалить. Спасение означало неполное обретение человека Иисусом, а то, что человеку уже прощены все его грехи. Если ты уверовал, ты больше не принадлежал греху. Прежде чем Бог искупил человека, сатана уже вложил в него достаточно много яда. После целых тысячелетий прельщения человека сатаной внутри человека присутствует природа, которая противится Богу. Таким образом, когда человек был искуплен, в этом не было ничего более, но лишь искупление. Человек куплен дорогой ценой, но отравленная натура в нем не была устранена. Человек настолько осквернен, что он должен пройти через изменения, прежде чем он будет достоин служить Богу. Через эту работу, суда и обличение, человек в полной придет к пониманию нечистой и развращенной сути внутри него, и он сможет полностью измениться и стать чистым. Только так человек достоин вернуться к престолу Божьему. Хотя человек получил искупление и прощение всех своих грехов, это означает лишь то, что Бог не поступает с человеком в соответствии с его прегрешениями. Однако если человек не получил освобождения от греха, он может только грешить и далее, бесконечно раскрывая свой прельщенный сатанинский характер. Именно такова жизнь, которую ведет человек. Бесконечный круг греха и прощения. Большинство людей днем грешит, а вечером кается. Таким образом, даже если жертва за грех навсегда действенна в отношении человека, она не могла бы спасти человека от греха. Была совершена только половина труда спасения, так как в человеке все еще остается прельщенный характер. Слова всемогущего Бога очень понятны, верно? Да, очень понятно. Слова всемогущего Бога четко отвечают на этот вопрос. Мы понимаем их сразу же, как только слышим. В период благодати Господь Иисус совершил работу искупления, которая должна была сделать человека праведным и спасти верой. Но Иисус никогда не говорил, что все, кому прощены грехи, войдут в Царство Небесное. Все дело в том, что Господь Иисус простил нам грехи, но не избавил нас от нашей сатанинской природы. Мы все еще сохраняем внутреннее высокомерие, эгоизм и другие черты нашего развращенного характера. Все это глубже, чем грех. Это намного труднее исправить. Поскольку сатанинская природа так упорно противящаяся Богу не была исправлена, мы не можем не совершать множество грехов. Мы даже совершаем более страшные грехи, которые хуже нарушения закона. Почему фарисеи осуждали Господа Иисуса и противились Ему? Почему они распяли Его на кресте? Потому что сатанинская природа человека не была исправлена, и он продолжает грешить, противиться Богу и предавать Его. Да. Мы давно верим в Господа и на личном опыте поняли одно. Несмотря на отпущение наших грехов, мы по-прежнему продолжаем регулярно грешить. В погоне за репутацией мы продолжаем обманывать и прибегаем к уловкам в споре. Мы, преследуя свои личные цели, втягиваем людей в неприятности. Сталкиваясь с испытаниями и скорбями, мы виним Бога и этим предаем Его. Когда работа Бога не соответствует нашим личным представлениям, мы начинаем Ему противиться. Формально веря в Бога, мы преклоняемся и следуем за людьми. Занимая какие-либо должности, подобно первосвященникам, книжникам и фарисеям, мы возвышаем только себя. Добиваясь восхищения от людей, мы мним себя Богом. Мы даже крадем пожертвования, предназначенные для Бога. Нами начинают руководить личные предпочтения, прихоти плоти и эмоции. Мы поднимаем собственные флаги, создаем собственные группы и свои маленькие царства. Все эти факты очевидны. И не избавившись от сатанинской природы и сатанинского характера, мы будем не вправе войти в Царство Небесное, даже если наши грехи будут прощены миллион раз. Тот факт, что мы продолжаем грешить, доказывает, что мы все еще во власти сатаны. Мы самые настоящие противники Бога. И непременно будем им осуждены и наказаны. Как сказано в Библии, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Давайте продолжим чтение слов всемогущего Бога. Может такой грешник, как ты, который был лишь искуплен, но не изменился и не был усовершенствован Богом, быть по сердцу Богу? Хотя ты еще пребываешь в своей прежней сущности, ты был спасен Иисусом, и ты уже не считаешься грешником, но это не доказывает, что ты безгрешен, либо что ты чист. Как ты можешь быть святым, если не претерпел изменений? Внутри тебя гнездятся грязь, эгоизм и злоба, однако ты желаешь сошедствовать вниз вместе с Иисусом, тебе должно быть так повезло. Ты пропустил один шаг в своей вере в Бога, ты был лишь искуплен, но не претерпел изменений. Чтобы быть по сердцу Богу, Он должен лично сделать работу по твоему изменению и очищению. Если ты только искуплен, ты не сможешь достичь святости, и ты еще не будешь достоин соучаствовать в благословениях Божьих, ибо ты пропустил один шаг в Божьей работе по управлению человеком, ключевой шаг изменения и усовершенствования. И поэтому ты, грешник, который был только лишь искуплен, не можешь прямо наследовать Божье наследство. Как видите, Иисус только искупил наши грехи, но наш сатанинский характер никуда не делся, поэтому мы так часто грешим. А чтобы нам стать людьми, которые по сердцу Богу, мы должны испытать Божий суд и очищение в последние дни. Однажды Господь Иисус сказал, «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Верно. Господь приготовит для нас место и вернется, чтобы взять нас. «Взять» означает Его намерение подарить нам в последние дни новую жизнь. Вернувшись, Господь приведет нас к Своему престолу и будет нас судить, очищать и совершенствовать Божьими словами. И еще до наступления великих бедствий Он сделает нас побеждающими. Под взятием подразумевается наше очищение и совершенствование Господом. Итак, Господь пришел на землю, чтобы совершить работу суда последних дней. Мы восхищены к Его престолу, чтобы жить вместе с Ним. Это исполнение пророчества о Господе, который вернется нас взять. По окончании великих бедствий на земле утвердится Царство Христа. Пережившие переплавку великими бедствиями получат место в Царстве Небесном. Последние годы меня не покидала тревога. Несмотря на то, что Господь Иисус простил наши грехи, мы все еще продолжаем очень часто грешить и противиться Богу. Я иногда думала, смогут ли такие, как мы, люди, которые часто грешат, удостоятся Царства Небесного? Слава Богу! После того, как я вас послушала, я избавилась от вопросов, беспокоивших меня. Аминь! Господь Иисус простил нам наши грехи, но не избавил нас от сатанинской природы. Поэтому мы продолжаем грешить и противиться Господу. Выходит, чтобы войти в Царство Небесное, мы должны испытать Божий суд и очищение и избавиться от греховной природы. Верно. Мы всем избавиться. Благодарю. Суд и очищение необходимы. Некоторые люди нас спрашивают, а такие ученики, как Павел, которые идут на жертвы для Господа, разве они не достойны войти в Царство Небесное? Павел однажды сказал, «Подвигом добром я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Многие люди думают, поскольку Павел трудился для Господа и унаследовал венец правды, то тогда и мы, если будем трудиться, как Павел, тоже сможем унаследовать венец правды и войти в Царство Небесное. Давайте задумаемся, так ли это. Было ли Слово Божье основой слов Павла? Говорил ли когда-нибудь Господь Иисус, что Павел унаследовал венец? Есть ли где-нибудь свидетельство Святого Духа о том, что Павел вошел в Царство Небесное? Ничего этого в Библии нет. Согласна. Господь Иисус никогда не говорил о том, что Павел войдет в Царство Небесное. Да, это лишь наше представление. Как видите, словам Павла не находятся подтверждения, поэтому они не могут служить основой для понимания того, как войти в Царство Небесное. Но ответом на этот вопрос могут служить слова Господа Иисуса. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали и не Твоим ли именем бесов изгоняли и не Твоим ли именем чудеса творили? И тогда объявлю им «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Господь Иисус все объяснил, чтобы войти в Царство Небесное, люди должны очиститься и повиноваться Божьей воле». Верно. Если же они трудятся лишь для того, чтобы продемонстрировать усердие, а сами продолжают грешить, если они сходят с Божьего пути, то они злодеи и не смогут войти в Царство Небесное. С другой стороны, Павел сказал, что добрый подвиг, завершение течения и сохранение веры позволят ему войти в Царство Небесное. Не противоречит ли это словам Господа Иисуса? По мнению Павла, если мы трудимся для Господа, то можем рассчитывать на вознаграждение. Но если это так, то иудейские фарисеи, которые обходили море и сушу, дабы обратить хотя одного, но осуждали Иисуса, тоже могли войти в Царство Небесное. Разве изгоняющие бесов именем Господа, но не идущие по Божьему пути, могут войти в Царство Небесное? Разве это не является абсурдом? Почему Господь Иисус никогда не одобрял фарисеев, что бы они ни делали? Главным образом, потому что они переносили страдания ради собственной выгоды и вознаграждений. Бог праведен, Он проникает в умы и сердца людей. Поэтому, совершив свою работу, Иисус полностью их разоблачил. Они фанатично осуждали Иисуса, потому что хотели сохранить свое положение. Они были врагами Господа Иисуса и распяли Его на кресте. В результате они были прокляты и наказаны Богом. Это общеизвестный факт. Верно. Верно. Да. Иисус никогда не говорил, что вознесутся те, кто трудится ради Него. Для этого нужно исполнять волю Небесного Отца. После разъяснений я стал понимать, если мы веруем в Господа, но не притворяем Его слова в жизнь, то не сможем войти в Царство Небесное. Братья и сестры, что произойдет с верующими в последние дни? Многие из них подобны иудейским фарисеям. Все они трудились для Господа только ради благословений и только ради вознаграждений. Они стараются обрести венец и награды. Они не воплощают слова Господа в жизнь. Поэтому они работают и жертвуют, руководствуясь собственными желаниями. Они восхваляют только себя, потому что их интересуют лишь должности и слава. они создают свои собственные царства. Даже после того, как многие из них претерпели страдания, они продолжают полагаться на свое старшинство, самодовольно требуя от Бога место в Царстве Небесном. Как эти люди, особенно пасторы и старейшины, способны заслужить одобрение Бога? Сталкиваясь с Божьей работой суда последних дней, они ее не только не принимают, но и противятся всемогущему Богу, потому что хотят защитить свое положение. Они снова и снова распинают Бога на кресте. Разве это не факт? Неужели мы этого еще не понимаем? Этих фактов достаточно, чтобы доказать, что наши жертвы и труд для Господа не гарантируют того, что мы войдем в Царство Небесное. Такими, как мы, верующими, но не притворяющими слова Господа в жизнь, движет вовсе нежелание повиноваться Господу. Нас интересует исключительно благословение и вход на небеса. Сколько бы мы ни работали, у нас не получится заработать одобрение Бога. Аминь. Давайте продолжим читать слова всемогущего Бога. На первый взгляд, люди непрестанно вещают о том, насколько они посвящали себя Богу. По сути же, они рассчитывали, какой сделать следующий шаг, чтобы завоевать благословение или править подобно царям. Можно сказать, что в то время, как сердце человека радовалось Богу, оно одновременно замышляло тайные козни против Бога. В таком состоянии люди вызывают у Бога глубочайшее отвращение. Божий характер не потерпит ни единого человека, который обманывает либо использует его. Ты говоришь, что постоянно страдал, следуя за Богом, что следовал за Ним и в горе и в радости, делил с Ним и хорошие моменты и плохие, но ты не воплощал в жизнь слова, сказанные Богом. Ты желаешь лишь ежедневно суетиться перед Богом и никогда не думал о том, чтобы жить осмысленной жизнью. Ты утверждаешь, что так или иначе веришь в то, что Бог праведен. Ты страдал ради Него, посвятил себя Ему и упорно трудился, хотя и не получал признания. Конечно же, Он помнит тебя. Верно то, что Бог праведен. При этом эта праведность не содержит в себе воли человека и не осквернена человеческими делами. Все, кто является непокорным, кто не соответствует Его пути, все будут наказаны. И прощения нет ни для кого. Ты должен знать, каких людей Я желаю. Нечистым не дозволяется войти в Царство, а скверненным не разрешается порочить Святую Землю. Несмотря на то, что ты, возможно, выполнил большую работу и трудился много лет, но если в итоге ты по-прежнему прискорбно нечист, то твое желание войти в Мое Царство недопустимо для Закона Небес. С момента сотворения мира я никогда не предлагал легкого доступа в Мое Царство тем, кто заискивает, добиваясь Моего расположения. Это Небесный Закон, и никто не может нарушить его. Если ты рассчитываешь только на награды и не стремишься изменить характер собственной жизни, все твои усилия будут напрасны, и это непреложная истина. Слава Бога дают нам понять, что Он свят и праведен. Бог точно не пустит в Своё Царство развращенных людей. Этого не позволит праведный характер Бога. Верно. Поэтому, чтобы обрести истину, избавиться от развращенного характера, принадлежать Богу, спастись и войти в Царство Небесное, мы должны испытать Божий суд и очищение последних дней. Да, конечно. Ваши слова так практичны. Вы точно определили Мое внутреннее состояние. Я много лет неустанно трудилась для Господа, а оказалось всё это ради допуска в Царство Небесное. Я никак не притворяла в жизнь слова Господа, не повиновалась Ему. Если бы всемогущий Бог не раскрыл мне постыдные причины моей веры в Бога, то я бы никогда не узнала о том, что обманываю Господа. Я бы так и шла по ложному пути, бесстыдно пытаясь выторговать себе пропуск в Царство Небесное. В итоге я была бы осуждена и наказана Богом и даже не знала бы почему. Сейчас мне страшно даже думать об этом. Верно. Без всемогущего Бога мы бы не признали, что ведем себя неправильно. Мы бы всё ещё думали, что способность жертвовать ради Господа делает нас гораздо лучше других. Мы бы всё ещё превозносили себя над братьями и сёстрами. Оказывается, мы совсем себя не знали. Таких развращённых людей, как мы, Бог действительно должен судить и очищать. Да, верно сказал. Давайте чуть-чуть отдохнём, а потом продолжим наш разговор. Вот вода, попейте. всё верно. сёстры. Верно говорит. Какие нужные беседы. Да, я тоже так думаю. Я никогда не слышала подобной проповеди. У них великолепные проповеди. Они так убедительно говорят. Да. Боюсь, скоро восточную молнию веруют все. Да. Кому мы будем проповедовать? Да, верно. Может пострадать церковь. Да, а что же нам делать? поговорим с сестрой Юй. Хорошо. Надо это прекратить. Так и сделаем. Я подожду здесь. Ладно. Сестра Юй, сестра Афан. Да. Мы хотим кое о чём поговорить. Хорошо. Мы больше не должны слушать проповеди восточной молнии. Да. Хоть в них и есть смысл. Большинство лидеров религиозных общин и коммунистическое правительство осуждают восточную молнию. Это подтверждает, что восточная молния не истинный путь. Если бы правительство страны приняло её, тогда это было бы совсем другое дело. Согласитесь, что я прав. Надо верить в то, во что верят все. Да. Пасторы верят в Господа и понимают Библию. Нет ничего плохого в том, чтобы слушать пасторов и соглашаться с ними. Или ты хочешь сказать, что это плохо? А разве хорошо то, что вы судите об истинности пути с такой позиции? Если правительство страны и большинство пасторов осуждают восточную молнию, то и вы твердите, что это неистинный путь. Но разве такая позиция не противоречит фактам? Вы же понимаете, что фарисеи тоже осуждали Господа Иисуса, когда Он совершал Свою работу. В итоге они объединились с римским правительством, чтобы распять Иисуса. Может, и работа Господа Иисуса это не истинный путь, а Он это не истинный Бог? Вы уверены, что следовать за всеми в вере значит поступать правильно? Сами посудите, разве это с нашей стороны не глупо? Где в такой точке зрения логика? Раньше мы верили в заблуждение наших пасторов. Мы отрицали восточную молнию, но не пытались в ней разобраться. В последние дни мы слушаем проповедь восточной молнии. Мы видим, что слова всемогущего Бога это истина. Это помогло нам разобраться с вопросами в вере. Наши сердца обрели просветление. Мы нашли путь к вере. Мы обрели уверенность. Мы ощущаем работу Святого Духа. Теперь мы знаем, что осуждение восточной молнии правительством и пасторами это просто лукавая ложь. Это настоящее богохульство. Теперь мы твердо знаем, что работа всемогущего Бога это истинный путь. Теперь мы легко различаем ложь и заблуждение наших пасторов и старейшин. Неужели вы этого еще не поняли? Почему бы вам не разобраться самим? Зачем следовать за пасторами по пути противления Богу? Нам пора проснуться, иначе нас ждет великое бедствие, и тогда уже будет поздно каяться. да. Все, что ты говоришь, мне понятно. Но если мы должны очиститься от своего сатанинского характера, тогда кто же в таком случае удостоится одобрения Господа? А вдруг не исполнится обетование Господа о том, что Он придет взять нас? Верно. Пасторы не говорили, что мы должны очиститься, чтобы войти в Царство Небесное. И я все еще верю пасторам. Я буду ждать, когда Господь сойдет на облаке. Можете принимать суд всемогущего Бога, а я этого делать не буду. Наша вера в Вознесение – это не ошибка. Правильно. Господь вернется и вознесет меня прямо в Царство Небесное. Господь милосердный Бог. Он не судит людей, а иначе все заслужили бы осуждение. Кого бы тогда возносил Бог? Сестра Аго, брат Вэй, вы же умные люди. Как вы можете говорить такие глупости? Бог мудр, Божьи мысли выше человеческих. Ну, разве вы этого не знаете? Дела Господни неисповедимы. Разве могут люди понять их? Продолжать верить пасторам – это большая ошибка. фарисеи осуждали Господа Иисуса и в итоге распяли Его на кресте. Вам это очень хорошо известно. Если мы будем преклоняться перед пасторами, если мы не начнем усердно исследовать работу всемогущего Бога в последние дни, то как мы узнаем голос Бога и увидим Его работу и проявление? Ведь наше нежелание исследовать работу всемогущего Бога может повлиять на наше спасение и возможность войти в Царство Небесное. Нам нужно внимательно вникнуть в это. Время вышло, пора заходить. Да, идем скорее. Идем. Слова всемогущего Бога научили меня тому, что работа Его суда посредством слов в последние дни очищает людей и делает их совершенными. Как всемогущий Бог совершает работу суда последних дней? Как Он очищает и совершенствует человека своими словами? Для нас чрезвычайно важно знать это. Аминь. Если мы поймем работу всемогущего Бога, то тогда сможем предстать перед Божьим престолом. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Господь милосерден. Он не станет нас судить. Если Он вернется нас судить, разве мы не будем осуждены? Очень важно понять, как всемогущий Бог совершает свою работу суда, чтобы обрести спасение посредством поиска истины. Всемогущий Бог совершает работу, изрекая истины, которые очищают людей для того, чтобы вознести своих святых в Царство Небесное. Однако многие верующие не понимают Божью волю. Они думают, что Господь вернется и сразу же поднимет всех святых в Царство Небесное. Они не верят, что Он будет совершать труд суда и обличения, потому что боятся, что в таком случае Он обязательно осудит и покарает их. Поэтому они отказываются принять Божью работу суда последних дней. Они лишь ждут, когда Господь вознесет их в Царство Небесное. Честно говоря, это полное непонимание воли Бога. Иисус совершил работу искупления, чтобы проложить путь для работы суда в последние дни. Конечная цель Бога – очистить людей, чтобы они смогли войти в покой Царства Небесного. Божья работа искупления грехов спланирована, но она совершается поэтапно. Это происходит не одномоментно. Иисус совершил работу искупления и пообещал вернуться и забрать святых. Однако никто не знает, как Бог забирает Своих святых в последние дни. На самом деле, когда Бог приходит к Своим святым, Он сначала ставит их перед Своим престолом для суда, очищения и совершенствования, чтобы они стали побеждающими. Разве не так святые возносятся в Царство Небесное? Но людям трудно это понять. Прежде чем предстать перед престолом Бога, они должны испытать суд, обличение и очищение. Вот почему люди сформировали свои представления о Божьей работе суда в последние дни. Тогда скажите, Божье обличение и суд – это благословение или это осуждение и наказание? Многие люди этого не понимают. Посмотрим, что говорит об этом всемогущий Бог. Давайте посмотрим. Сегодня Бог судит и обличает вас и выносит вам приговор. Но знай, что осуждение тебя проводится, дабы ты мог бы познать самого себя. осуждение, проклятие, суд, обличение – все это необходимо для того, чтобы ты мог познать себя, чтобы твой характер мог измениться, и кроме того, чтобы ты мог познать свою ценность и увидеть, что все деяния Бога праведны и совершаются в соответствии с Его характером и потребностями Его труда, которые Он совершает по Своему плану спасения человека, и что Он – праведный Бог, который любит и спасает людей, и который судит и обличает их. Бог пришел не для того, чтобы убивать или разрушать, а для того, чтобы судить, проклинать, обличать и спасать. Все вы живете в месте греха и распутства. Все вы блудные и грешные люди. Сегодня вы не только можете видеть Бога, но, что более важно, вы получили обличение и суд, получили столь глубочайшее спасение, то есть получили величайшую любовь Божью. Все, что Он делает, есть истинная любовь к тебе. У Него нет дурного намерения. Именно из-за ваших грехов Он судит вас, чтобы вы могли проверить себя и обрести это величайшее спасение. Все это делается для того, чтобы работать в человеке. От начала до конца Бог делает все возможное, чтобы спасти человека. И Он, конечно, не желает полностью уничтожить людей, которых Он Сам сотворил. сейчас Он пришел к вам, чтобы работать. Разве это не еще большее спасение? Если бы Он ненавидел вас, разве продолжал бы Он работу такого масштаба, чтобы лично вести вас? Зачем бы Ему так страдать? У Бога нет какого-либо дурного намерения по отношению к вам. Вы должны знать, что Божья любовь самая истинная любовь. Только из-за человеческого непослушания Он вынужден спасать их через суд, а иначе они никогда бы не были спасены. Поскольку вы не знаете, как вести жизнь или как жить, и вы живете в этом блудном и грешном месте, и сами являетесь блудными и нечистыми бесами, его сердце не позволяет вам впасть в еще большую растленность. Также его сердце не позволяет видеть, как вы живете в подобном нечистом месте, будучи произвольно попираемы сатаной. Или его сердце не позволяет вам пасть в гадос. Он только желает обрести вас и всесторонне спасти вас. Это основная цель совершения труда завоевания. Он именно для спасения. Это основная цель. Это очень важно. Замечательные слова. Слова всемогущего Бога доступно объясняют, что цель Божьей работы суда последних дней это не осуждение. Бог не хочет уничтожить людей. Он хочет, чтобы люди признали, что их полностью развратил сатана, что их природа и сущность противятся Богу и предают его. Он хочет, чтобы они знали его праведный и святой характер. Цель его работы – пробудить сердца и души людей. Он хочет спасти человечество от развращенного характера, чтобы люди могли жить жизнью настоящего человека. Бога. Верно. Если мы не испытаем Божий суд и обличение, то не сможем признать свою сатанинскую природу и не сможем определить источник наших грехов и противления Богу. Без Его суда и обличения мы не сможем постичь праведный характер Бога. Мы не сможем по-настоящему повиноваться Богу и поклоняться Ему. Как тогда мы сможем войти в Божье Царство? Как видите, Бог судит людей, потому что хочет очистить и спасти их. Божье суд и очищение – это наше с вами величайшее благословение. Это проявление великой любви Бога к развращенным людям. Аминь! Итак, как же Бог совершает работу суда? Всемогущий Бог много слов извек об этой истине. Давайте прочтем отрывок из Его слов. Очень интересно послушать. Когда Бог становится плотью в этот раз, Его работа заключается в том, чтобы выражать свой характер через обличение и суд. На этом основании Он несет человеку больше истины, являет больше путей практики и так достигает своей цели, спасает человека от прельщенного характера. Вот что стоит за Божьим трудом в период царства. В последние дни Христос использует ряд истин, чтобы научить человека, изобличить его сущность и проанализировать его деяния. В этих словах заключены самые различные истины, такие, как долг человека, то, как человек должен быть послушен Богу, как именно человеку следует быть преданным Богу, как человеку следует жить нормальной человечностью, а также мудрость и характер Бога и так далее. Все эти слова направлены на сущность человека и его порочный характер. В особенности те слова, которые изобличают то, как человек надменно отвергает Бога, высказаны в отношении того, каким образом человек является воплощением сатаны. В процессе своего труда-суда Бог не просто четко обозначает природу человека при помощи нескольких слов. Он в течение долгого времени изобличает, исправляет и обтесывает ее. Данные методы изобличения и исправления не могут быть заменены обычными словами, только истиной, которой человек вовсе не обладает. Лишь подобные методы воспринимаются как суд. Только при помощи подобного суда человека можно покорить и склонить к повиновению Богу. И только так человек может обрести истинное знание Бога. К чему приводит труд суда, так это к пониманию человеком истинного лица Бога, к осознанию им истины о своей собственной непокорности. Труд суда дает человеку возможность обрести значительное понимание воли Божьей, цели Божьей работы и тех тайн, которые для него непостижимы. Да. Он также дает человеку возможность осознать и познать его порочную сущность и причины его развращения, а также открыть для себя безобразие человека. Все подобное воздействие вызвано именно трудом суда, ибо суть данной работы фактически заключается в раскрытии истины, пути и жизни Бога всем тем, кто верит в Него. Данная работа – это труд суда, совершаемый Богом. Сестра, давай я почитаю. У Бога много средств совершенствования человека. Он применяет всякие ситуации, чтобы исправить порочный характер человека и разные методы, чтобы вывести человека на чистую воду. Он одновременно исправляет человека и разоблачает человека, раскапывая и открывая тайны, скрытые в глубинах человеческого сердца и показывая человеку его собственную природу, раскрывая множество его состояний. Бог совершенствует человека различными методами при помощи изобличения, исправления, переплавки и обличения с тем, чтобы человек мог узнать, что Бог практичен. Бог совершает работу суда и обличения, чтобы человек мог познать его, а также ради своего свидетельства. Без Божьего осуждения, порочного людского характера, человек не познал бы его праведный характер, не допускающий оскорбления, и не мог бы превратить свое старое знание о Боге в новое. Ради своего свидетельства и своего управления он становится публичным во всей своей полноте, давая человеку таким образом возможность добиться познания Бога и изменить свой характер. И делает он это при помощи публичного появления. Изменение в характере человека достигается посредством различных видов Божьей работы. Без таких изменений человек был бы не способен свидетельствовать о Боге и не смог бы быть Богу по сердцу. Изменение в характере человека означает, что человек освободился от рабства сатаны, освободился от влияния тьмы и стал поистине образцом и примером Божьей работы, стал воистину свидетелем Бога и тем, кто по сердцу Богу. Слова всемогущего Бога очень практичны. Бог изрекает свои слова и совершает работу суда для того, чтобы сделать людей совершенными. Читая слова суда всемогущего Бога, мы наконец понимаем, что в этом порочном мире весь человеческий род живет во власти сатаны. У развращенных им людей не осталось ничего человеческого. Они высокомерны, нечестны, эгоистичны и распущены. Они поклоняются злу, и они готовы на все ради высокого положения. Они подобны животным, которые дерутся, убивая друг друга. Они полностью утратили человечность и разум. Даже веруя в Бога, они поклоняются только деньгам, славе и статусу. Греша, бунтуя и противясь Богу, они несутся по волнам всемирного зла. Несмотря на то, что они жертвуют всем и терпят страдания, они делают это ради вознаграждений, и пропуска в Царство Небесное. Они делают это не ради познания Бога или повиновения Ему. Их сердца наполнены личным пониманием и представлениями о Боге. Никто по-настоящему не знает, кто есть Бог и чем Он обладает. Каких людей Бог действительно любит, а каких ненавидит. Чем именно люди оскорбляют, Его характер и за что Он их проклинает? Сколько человеческих мыслей и представлений не соответствуют истине? Как люди должны мыслить перед лицом Бога? Какие реалии истины должны у них быть? Развращенное человечество ничего не знает о важнейших истинах познания Бога, повиновения и поклонения Ему? Как же развращенное человечество, которое не испытало Божий суд и очищение, может не противиться Богу и не предавать Его? В последние дни Бог становится плотью, чтобы спасти развращенных людей в соответствии с их нуждами. Людям открывается праведный и величественный характер Бога, который нельзя оскорбить. Полностью раскрывается истинная природа и развращенность человека, и это убеждает людей. Мы испытали Божий суд и обличение Его словами. Мы видим наше высокомерие, наш эгоизм и то, что мы следуем сатанинским правилам. Все, что мы делаем, мы делаем ради выгоды. Мы проповедуем, но делаем это ради своей репутации. Мы постоянно превозносим себя и заставляем других превозносить нас. Мы это делаем совсем не для того, чтобы возвеличить Бога. Когда работа Бога не соответствует нашим представлениям, мы даже начинаем Его осуждать. Мы противимся Богу. и совершенно не повинуемся Ему. Мы предаемся плотским удовольствиям. Мы постоянно жульничаем и обманываем Бога. Мы ни капли Ему не верны. Слова Божьего суда и откровения помогают понять, насколько сильно нас развратил сатана. У нас не осталось совести, нас нельзя назвать людьми. Мы просто род сатаны, противники Бога. Мы чувствуем, что недостойны встретить Бога. Полные ненависти к самим себе, мы не можем не проклинать себя, каясь перед Богом. Когда мы хоть немного начинаем понимать праведный характер Бога, мы начинаем осознавать, что Его благое намерение спасти человечество. Бог насудит и обличает, потому что ненавидит наши грехи и наше неповиновение. Он хочет спасти нас от сатанинского характера и обрести нас. Когда мы упорно не желаем повиноваться Богу, Он нас обличает и наставляет. Когда мы отдаем Богу наши сердца, Он проявляет милость. Он не наказывает нас за то, какие мы и за наши дела. Он нас всех просвещает, ведет и позволяет понять Его волю. Через Божье обличение и суд мы неосознанно получаем истинные знания о Божьем характере. Он позволяет нам узнать, что в Его характере есть милость и любовь. Мы видим святость и величие Бога. Это приводит к тому, что мы начинаем поклоняться Богу. Мы все яснее начинаем видеть свою сатанинскую природу и начинаем понимать истину. Мы наконец постепенно учимся отличать добро от зла. сатаны. Наша точка зрения меняется и мы начинаем жаждать истины. Мы уже не хотим жить по философии сатаны или пытаться необоснованно получить что-то от Бога. Наша совесть и наш разум восстанавливаются. Мы начинаем искать истину и применять ее во всем, что делаем. Как сотворенные создания, мы повинуемся Божьей власти и его обустройству. Мы постепенно начинаем проявлять черты настоящего человека. Аминь! Слава всемогущему Богу! Возможность таких перемен это результат воздействия Божьей работы суда. Аминь! Сегодня все принимающие работу всемогущего Бога последних дней знают, что для спасения мы должны принять Божью работу суда последних дней и с чистым сердцем подчиниться Ей. Твоя речь очень обогатила нашу жизнь. Ты испытала работу суда всемогущего Бога. Ты поделилась опытом освобождения от развращенного характера. Мы можем засвидетельствовать, что почувствовали Божью благодать. Чувствуется огромная разница. Мы знаем только то, как искать вход в Царство Небесное, но не знаем, как прислушиваться к Божьей воле. Нам очень стыдно. Похоже, что слова суда всемогущего Бога действительно очищают и спасают людей. Верно. Очищают и спасают веру в Бога. Мы вам завидуем. Вы можете принимать работу всемогущего Бога последних дней. Вы так много получили от Бога. Верно. Мы верили в Господа, но не находили в сердце место для желания слышать голос Бога. Мы погрузились во мрак. Верно. Нам очень жаль, что мы раньше не исследовали работу всемогущего Бога. Мы упустили столько возможностей обрести истину. Да. Мы действительно жалкие и слепые люди. Когда вы сегодня говорили о словах всемогущего Бога, это сильно тронуло мое сердце. Мне только предстоит испытать Божью работу суда, но, слушая вас, я уже поняла, что Божья работа суда имеет огромное значение. Аминь. Да, это очень важно. Божья благодать позволяет нам разделять с Ним Его любовь. Бог нас судит, обличает и очищает. Это и есть проявление Его любви. Аминь. Чтобы познать Бога и познать самих себя, мы должны испытать Божью работу суда. Если бы Бог этого не делал, мы бы не узнали праведный характер Бога, не боялись бы Бога и не удалялись от зла. Аминь. Да. Сестры, вы увидели то, как работа суда всемогущего Бога меняет людей. Ваши слова так практичны. Если мы будем жить по словам, которые изрек всемогущий Бог, то обязательно очистимся и изменимся. Конечно. Однако, я хочу спросить. Вы испытали работу суда всемогущего Бога. Что вы узнали о Божьем характере? Расскажите, что у вас изменилось? Вы можете поделиться с нами своим опытом? Да. Пожалуйста, расскажите. Да. Расскажите нам об этом. Если испытав суд слов всемогущего Бога, вы изменились, то это будет для нас хорошим свидетельством. Да. Верно. Расскажите, пожалуйста. Мы уже несколько лет испытываем Божью работу суда и на себе испытали, как слова всемогущего Бога очищают и спасают людей. Я с радостью поделюсь с вами тем, как лично испытываю Божий суд и обличение. Замечательно. Да. Замечательно. Мы очень ждем. Раньше я совершенно искренне веровала в Господа. В ожидании пришествия Господа и Царства Небесного, проповедуя, я жертвовала семьей и работой. Я много путешествовала и никогда не жаловалась. Меня высмеивали, унижали и преследовали, и я сильно страдала. и страдания иногда были невыносимыми. Но мысли о благословении Царства Небесного всегда успокаивали меня и мотивировали. Я думала, что все эти страдания необходимы и ценные. Поэтому я много лет распространяла Евангелие Господа и трудилась ради Него. Однако я никогда не задавала себе такой вопрос, соответствует ли это воле Господа. И так продолжалось до тех пор, пока я не прочитала слова всемогущего Бога. Многие из тех, кто следует за Богом, озабочены лишь тем, как получить благословение или избежать бедствий. В своем следовании за Богом такие люди преследуют одну цель – получить благословение и все. При этом они слишком ленивы, чтобы участвовать в чем-то, что не связано с этой целью. Для них получение благословения является наиболее оправданной из всех целей. Истинная ценность их веры именно в этом. все, что не связано с достижением этой цели, на них не оказывает никакого влияния. Так обстоит дело с большинством из тех, кто сегодня верит в Бога. Их цель и мотивация выглядят правомочными, потому что, веря в Бога, они живут для Бога, полностью посвящают себя Ему и выполняют свой долг. Они отказываются от своей молодости, оставляют семью и карьеру и даже тратят годы на тяжкие труды вдали от дома. В данном случае мы обнаруживаем невыявленную ранее проблему. отношение человека с Богом это лишь проявление неприкрытого личного интереса. Это отношение между получателем и подающим благословения. Проще говоря, это как отношение между работником и работодателем. Работник трудится лишь для того, чтобы получить вознаграждение. В таких отношениях нет душевной привязанности, это всего лишь сделка. В них нет любви, нет возлюбленных, есть только благотворительность и милость. Нет в них также и понимания, есть только смирение и притворство. Нет близости, есть только пропасть, через которую не построить мост. Аминь. Столкнувшись с Божьими словами откровения, я пережила ощущение большого стыда. Всемогущий Бог показал мне мое истинное состояние. Он показал мне мои нечистые побуждения, веру в Бога ради получения благословения и желания заключить с Ним сделку. Несмотря на свою веру, все эти годы я жертвовала и терпела лишения только ради своей выгоды. Я хотела получить вознаграждение и войти в Царство Небесное. Я не практиковала слова Господа, и в этом не было ни повиновения, ни любви Господу. Свою работу для Господа я считала капиталом, который смогу обменять на место в Царстве Небесном. Разве это не было стремлением использовать Бога и обмануть Его? Разве была в этом любовь к Богу? Я настоящая эгоистка, меня беспокоят только личные интересы. У меня нет совести или разума. Я просто животное. Я недостойна жить в присутствии Бога. Я знаю, что Бог может проверить все мои поступки. Он ясно видит постыдные причины, по которым я в Него верю, и то, почему я работаю и претерпеваю страдания. Бог ненавидит тех, кто прикрывается лозунгом жертв ради Господа, только ради того, чтобы получить благословение. Как Бог может позволить войти в Своё Царство людям, которые обманывают и предают Его, которые принадлежат Сатане? Мой опыт Божьего суда научил меня тому, что Его святой и праведный характер не может быть оскорблён. Исполненное раскаяние, я не могла не осудить себя и не пасть перед Богом на колени. Я больше не хотела жить только для себя. Я была готова отказаться от надежд на получение благословений и отправиться на поиски истины. Мне захотелось отплатить Богу за Его любовь. Аминь. Обрету ли я благословение или буду проклята, я всё равно готова повиноваться Богу. Я готова служить Богу и жертвовать ради Него. Постоянно читая Его слова и испытывая Его обличение, я возрастаю в понимании желания Бога спасти человечество. Мой взгляд на веру постепенно изменился и я, выполняя свои обязанности, становлюсь чище. Моя совесть и мой разум восстановились, а развращенный характер всё больше и больше меняется. Я, наконец-то, начинаю являть собой подобие настоящего человека. Аминь. я с уверенностью ощущаю, что все мои нынешние изменения – это результат Божьей работы суда. Аминь. Благодарение всемогущему Богу за Его спасение. Аминь. Слава всемогущему Богу. Аминь. Слава всемогущему Богу. Слава Богу. Это потрясающе. Сестра, услышав твой рассказ, я тоже ощутила стыд и свою никчёмность. Я чувствую то же, что пережила и ты. Я много работала во имя Господа. Этим я пыталась заработать пропуск в Царство Небесное. Теперь, когда я приняла слова Божьего суда, я вдруг стала понимать всю глубину своего развращения. Я много лет верила в Бога, но всегда обманывала Его и пыталась заключить с Ним сделку. Я сильно ранила Божье сердце. Но Бог всё равно не покинул такого развращенного человека, как я. Он позволил мне услышать слова Его суда и пробудил меня от сна, в котором я мечтала попасть на небеса. Вот какое великое милосердие проявил ко мне Бог. Да. В действительности, мы развращены точно так же. Верно. Я всю жизнь верила в Господа, но работала только ради обретения венца и других благословений. Я тоже не знала, что этим обижаю Бога и противлюсь Ему. Я совсем не понимала Божью волю. я была слишком невежественной. Работа суда всемогущего Бога помогла нам познать Бога, узнать самих себя, освободиться от развращенного характера и обрести спасение. Да. Слова всемогущего Бога действительно меняют и спасают людей. Да. Рассказ о том, как на вас повлияли Божьи слова, был очень трогательным. Он нас очень вдохновил. Да. Это настоящее свидетельство того, как вера в Бога очищает и спасает человека. Аминь. Слава Богу. С каждой беседой мы будем лучше понимать, как спастись от греха. Да. Верующие во всемогущего Бога искренние люди. Я не могу быть такой же открытой и честной, как они, и принять истину. Что подумают обо мне мои братья и сестры, если я так открыто расскажу о своих грехах? И это так ужасно и унизительно. Тем не менее, они говорят правду. И эта правда меня убедила. Похоже, работа суда всемогущего Бога на самом деле меняет и очищает людей. Неужели ты все еще не можешь этого понять? людям трудно самим очиститься и перестать грешить. Они должны принять Божий суд. Они должны практиковать истину. Они должны много страдать. Я не хочу так страдать. Я согласна. Ваши свидетельства очень практичны. Мне нечего возразить на ваши слова о том, как работа суда всемогущего Бога очищает человечество. Все это звучит очень убедительно. Но мы веруем уже очень много лет и много работали для Господа и много страдали. И мы никогда не отрекались от имени Господа Иисуса. Поэтому согласно Божьему обетованию Он нас не оставит. Он первым делом вознес бы нас в Царство Небесное. Если Он пришел, то почему мы еще здесь на земле? Вы нас не убедили. Выходит, если мы не примем работу всемогущего Бога, то не сможем войти в Царство Небесное. Вот что меня больше всего заботит. Как вы это объясняете? Неужели даже те, кто много лет веровал, не смогут войти в Царство Небесное? Разве Господь от Своего обетования? Посмотрим, смогу ли я войти в Царство Небесное без всемогущего Бога? Сестра Го, брат Вей, сестры достаточно ясно выразили истину. Почему же вы не понимаете, как факт нашей работы для Господа может означать то, что мы исполняем Божьи слова? Разве мы работаем не потому, что хотим получить благословение? Как это доказывает наше понимание истины или обретение нами жизни? Бог праведен и свят. Как Он может позволить войти в Своё Царство людям, которые часто грешат и отвергают истину? Все очень просто, и надеюсь, вы сейчас поняли. Или вы все еще не понимаете? Как вы можете такое говорить? Почему? Если вы действительно верите в Бога, то почему отрицаете истину? Они же все четко разъяснили. Любой разумный человек примет то, что они говорят. Верно. У нас должно быть богобоязненное сердце. Об этом уже было ясно сказано. Почему они не понимают? Верно. Проблема, которую только что озвучила сестра Го, объясняется очень легко. Некоторым людям известно, что слова всемогущего Бога это истина, которая очищает, но они их все равно не принимают. Они продолжают придерживаться собственных представлений. Они думают, что трудясь для Господа Иисуса и жертвуя ради Него они смогут удостоиться Царства Небесного. Итак, что это за люди? Можно сказать, что это люди, которые совсем не любят и не признают истину. Это неверующие люди. Мы верующие сами выбираем свой путь. Бог не заставляет нас выбирать путь. Но надо понимать, что во время каждого нового этапа работы Бог предлагает людям истину и путь, по которому нужно следовать. Особенно это касается Божьей работы суда в последние дни. Это самый важный и необходимый этап Его работы по спасению людей. Мы должны принять и испытать суд и обличение Божьими словами, иначе мы не узнаем свою природу, свой сатанинский характер и не сможем узнать святой характер Бога. Только после этого мы начнем очищаться от своего сатанинского характера. это единственный путь к спасению и Царству Небесному. Аминь. Если мы отвергнем Божью работу суда последних дней, нам никогда не обрести истину и не освободиться от грехов. Мы не войдем в Царство Небесное. Даже если мы уже много сделали для Господа, много пострадали и многим пожертвовали, Он все равно нас не одобрит. Давайте прочитаем слова всемогущего Бога. Христос в последних дней приносит жизнь, приносит неприходящий и вечный путь истины. Истина это тот путь, посредством которого человек обретет жизнь. И это единственный путь, посредством которого человек может получить одобрение от Бога. Если ты не ищешь тот путь жизни, что дает Христос эпохи последних дней, ты никогда не сможешь получить одобрение Иисуса. Тебя никогда не сочтут достойным войти в Царство Небесное, потому что ты одновременно и марионетка, и узник истории. Те, кем управляют законы и письмена, те, кто скован историей, никогда не смогут обрести жизнь, никогда не смогут обрести вечный путь жизни. Главная причина этого в том, что вместо воды жизни, что течет от престола, все, что они имеют, мутная вода, застоявшаяся на протяжении тысяч лет. Те, кто не имеет воды живой, навсегда останутся трупами, останутся забавой сатаны, останутся сыновьями ада. Как же им тогда узреть Бога? Желающие обрести жизнь, не полагаясь на истину, изрекаемую Христом, самые глупые люди на земле, а не принимающие путь истины, который принес Христос, заблудились в иллюзиях. И поэтому люди, которые не примут Христа последних дней, будут навечно презираемы Богом. Христос — это вход человека в Царство в последние дни, который никто не может обойти. Никто не может быть усовершенствован Богом, кроме как через Христа. Ты веришь в Бога, поэтому ты должен принять Его слова и подчиниться Его пути. Ты не должен думать лишь о получении благословения без постижения истины или принятия обеспечения жизнью. Знай, что Христос пришел в последние дни, чтобы все, кто истинно верит в Него, могли получить жизнь. Его труд совершается ради завершения прежнего периода и начала нового. Его работа — это путь, по которому должны пройти все, кто желает войти в новый период. Если ты не способен признать Его и вместо этого хулишь или даже подвергаешь Его гонениям, тогда тебе суждено вечно гореть в аду. ты никогда не войдешь в Божье Царство, ибо этот Христос Сам и есть воплощение Духа Святого, воплощение Бога, Тот, Кому Бог доверил совершить Его работу на земле. И поэтому, если ты не можешь принять все, что сделал Христос в последние дни, тогда ты хулишь Духа Святого. Всем очевидно, что те, кто хулит Духа Святого, должны получить возмездие. Я также говорю, что если ты противишься Христу последних дней и отвергаешь Его, тогда никто вместо тебя не сможет взять на себя ответственность за последствия. Более того, начиная с этого дня и впредь у тебя больше не будет возможности получить одобрение Бога. Даже если ты попытаешься спасти себя, ты больше не узришь лицо Бога. Поскольку ты противишься не человеку, ты отвергаешь не какое-нибудь тщедушное существо, а самого Христа. Ты осознаешь последствия этого. Ты не просто допустил маленькую ошибку, ты совершил чудовищное преступление. Поэтому я всем советую не скалиться на истину и не подвергать ее легкомысленной критике, потому что истина может принести тебе жизнь и ничто кроме истины не позволит тебе возродиться и узреть лицо Бога. Я уже сказал вам все, что я должен был сказать. Вам самим предстоит совершенно осознанно решить, какую дорогу избрать. Но вам необходимо понять следующее. Труд Божий ни при каких обстоятельствах не ждет никого, кто не может поспеть за его поступью. И праведный характер Бога беспощаден по отношению к любому человеку. Аминь. Он действительно беспощаден. Это очень мудро. Слова всемогущего Бога все проясняют. Если ты не ищешь тот путь жизни, что дает Христос эпохи последних дней, ты никогда не получишь одобрения Иисуса. Тебя никогда не сочтут достойным войти в Царство Небесное. Аминь. Я сердцем поняла их сразу же, как только прочитала. Это голос Бога. Это и есть голос Бога. Аминь. Кто кроме Бога может властвовать в Его Царстве? Кто кроме Него имеет право вершить судьбы людей? Аминь. Похоже, нам необходимо принять работу всемогущего Бога, если мы хотим обрести жизнь и истину и хотим войти в Царство Небесное. Аминь. Очень хорошо сказано, да? Да. В словах всемогущего Бога столько власти и силы. Те, кто не примут работу всемогущего Бога в последние дни, не спасутся. Да, это действительно так. Аминь. Кажется, теперь мы все это понимаем. Господь вернулся. Это правда. Всемогущий Бог начал совершать работу суда с Дома Божия. И это большое откровение для всех в религиозном мире. Это период великого обличения. Каждый будет отделен и направлен в то место, которое заслужил. Видите, насколько влиятельна Божья работа тайного сошествия? Да, это невероятно. Это просто из-за теряющего. Кому из людей под силу подобное? Работа суда, совершаемая всемогущим Богом через изречение истины, разоблачит каждого. Бог откроет, кто из людей пшеница, а кто плевелы, кто из людей мудрые девы, а кто неразумные. все принимают работу суда всемогущего Бога в последние дни, это мудрые девы. Они предстанут перед Божьим престолом и примут суд и очищение Его словом. Они будут расти и в итоге по-настоящему познают Бога. Они избавятся от сатанинского характера и влияния сатаны и в конце концов станут побеждающими. Эта группа побеждающих, созданная Богом, будет править вместе с Ним в Его грядущем Царстве. Они будут столпами Царства Божьего. Так исполнится пророчество побеждающего «Сделаю столпом в храме Бога моего и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое». Когда Бог сделает этих побеждающих, завершится Его работа суда, которая начинается с Его дома через воплощение. После этого Он накажет нечестивых и вознаградит благочестивых. Все, кто противились всемогущему Богу и осуждали Его, испытают на себе самое страшное бедствие тысячелетия и будут наказаны. Все, кого Бог очистил и сделал совершенными, будут им защищены и выживут в великом бедствии. Они войдут в Божье Царство и унаследуют Его обетование. Аминь. Так полностью исполнится следующее пророчество. «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков». Аминь. «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Аминь. Давайте еще почитаем слова всемогущего Бога. Хорошо. «Когда человечество будет восстановлено в своем изначальном подобии, когда оно исполнит все положенные Ему обязанности и повинуется всем Божьим обустройствам, Бог приобретет группу людей на земле, которая поклоняется Ему, а также установит на земле царство, которое поклоняется Ему. Он одержит на земле вечную победу, и те, которые Ему противятся, уйдут вечную погибель. Тем самым восстановится Его изначальное намерение в создании человека, восстановится Его намерение в создании всего сущего, а также восстановится Его власть на земле, Его власть среди всего сущего, и Его власть над всеми врагами. Таковы признаки Его абсолютной победы. После этого человечество войдет в покой и войдет в жизнь, текущую в правильном направлении. Бог также войдет в вечный покой с человеком и войдет в вечную жизнь, которую разделят Бог и человек. Непослушание и скверно исчезнут с земли, как исчезнет с нее всякий плач. Все, что противостоит Богу на земле, прекратит существование. Останется лишь Бог и те люди, которых Он спас. Останется лишь Его творение. Воисполнение моих слов постепенно формируется на земле царство, а человек постепенно возвращается к своей норме, и так в моем сердце утверждается царство на земле. Весь народ Божий в царстве возвращается к нормальной человеческой жизни. Прочь ушла зима, а на смену ей приходит мир весенних городов, где весна царит круглый год. Люди больше не испытывают промозглый холод человеческого мира. Люди не воюют друг с другом, страны не идут войной друг на друга, нет более кровопролития, проистекающего из-за резни. Все земли исполнены счастье, и между людьми процветает тепло. Такая жизнь прекрасная будущая жизнь человека на земле. Это самая прекрасная жизнь на земле. Такая, какой жаждет человек. Какой еще не было во всей истории человечества. Это финальный результат шести тысяч лет работы управления. Это то, к чему стремится человечество, и это также обетование Бога человеку. Но это обетование не может быть исполнено мгновенно. Человек войдет в будущность только тогда, когда будет завершена работа последних дней, и когда человек будет полностью завоеван, то есть тогда, когда сатана потерпит полное поражение. После переплавки человек будет избавлен от своей греховной природы, поскольку Бог поразит сатану. А это значит, что уже не будет вторжения враждебных сил, и не останется враждебных сил, способных совершать нападение на человека. Так человек станет свободным и святым, и тогда он войдет в вечность. Аминь. Царство после великого бедствия будет царством среди людей. Да. Я поняла, это и есть царство Христа. Исполнятся слова. Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его. Аминь. В период царства нечестивые люди не будут при власти, и никакие злые духи не будут нарушать мир. Люди будут жить очень-очень счастливо. Аминь. Не будет несчастья, слез и боли. Аминь. Почему в мире так много зла и мрака? Потому что в нем сейчас господствуют злые демоны. Власти отрицают Бога и противятся Ему. Как этому миру не быть погруженным во мрак? Все верно. Это особенно ярко проявилось в период работы всемогущего Бога. КПК и религиозные лидеры изо всех сил осуждают Его работу. Да. Очень немногие способны обратить внимание на работу Бога. И чтобы уничтожить этот злой век, Бог пошлет величайшее бедствие. Да. Особенно это касается компартии, которая открыто противится всемогущему Богу. Как в такой стране не быть проклятой Богом и уничтожены в первую очередь. Аминь. Это правильно. Посмотрите на Китай. Бедствие растет. Совершенно ясно, что эта страна проклята Богом. И вся вина лежит на них. Знаете, как аукнется, так и откликнется. Замечательная поговорка. Точнее и не скажешь. Да. Грядущее бедствие уничтожит род сатаны, который противится Богу. Когда придет время, Царство Христа утвердится на своей земле. В откровении есть предсказание. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Аминь. Так на земле начнется замечательная эпоха праведности. Аминь. И что самое важное, сатана больше не будет тревожить землю. Все будут повиноваться Богу, больше не будет бедствий. Если все люди будут повиноваться Богу и обретут Его защиту, то Он их благословит. Это и есть сошедшее Царство Небесное. Аминь. Правильно. Нам, живущим в последние дни, посчастливится увидеть явление Бога, принять Божий суд и очищение, стать побеждающими и получить благословение, приготовленное Богом. Наше благословение безграничное. Аминь. Такая возможность бывает раз в жизни. Аминь. Это верно. Это возможность. Раз в жизни. Сегодня, послушав вас внимательно, я все поняла. Божья работа суда в последние дни необходима. Правильно. Не испытав Божьи суд и очищение в последние дни, мы не сделаемся святыми. И будем не вправе войти в Царство Небесное. Аминь. Раньше я не знала работу Бога. Я всегда думала, что Господь Иисус уже освободил нас от грехов. И если мы оставим все и будем трудиться для Господа, то Он непременно вознесет нас в Царство Небесное. И сталкиваясь с работой всемогущего Бога, я не только не исследовала истинный путь, но и мешала делать это другим братьям и сестрам. Это действительно большой грех. Да, это противостояние Богу. Теперь я наконец все понимаю. я лицемерка, я фарисей, который противится Богу. Я действительно недостойна жить в присутствии Бога. Да. Но Бог не вменяет мои проступки мне в вину. Он посылает сестер, которые проповедуют мне Евангелие и позволяют мне принять Божий суд последних дней. Поэтому я надеюсь обрести спасение. Аминь. В противном случае, когда Бог явно сойдет на облаках, люди, которые, как и я, восстают против Бога, окажутся в великом бедстве и будут наказаны. И у меня не будет возможности войти в Царство Божие. Аминь. 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 Слава всемогущему Богу за то, что Он пробудил меня ото сна. Аминь. Аминь. Позволил мне услышать Божий голос и предстать перед Его престолом. Аминь. 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 Божья любовь. Аминь. Аминь. Благодарение. Все верно. Спасибо. Спасибо. Добавил субтитры. ut